Строить, ремонтировать, содержать в центре внимания правительства дорожные работы на предстоящий строительный сезон. В дорожном фонде на текущий год 2 миллиарда 721 миллион рублей. Деньги, по словам главы региона, достаточные скорее на латание ям, нежели на строительство новых магистралей. Но из этих средств нужно выжать максимум, а потому работа с госконтрактами с этого года по новым правилам. Мы вводим так называемое расширенное банковское сопровождение по новым контрактам. Речь идет о том, чтобы мы точно знали, куда уходят деньги, что за подрядчики, где закупается сырье, чтобы эта сфера была полностью прозрачной. И второе я прошу сделать, мы об этом говорили с вами, Сергей, дополнительную систему контроля качества и закладывать уже эти условия в заключаемый контракт. Вопрос безопасности в приоритете. В пяти населенных пунктах будет обустроено искусственное освещение. В области продолжат реконструкцию сразу нескольких объектов долгостроев. Речь о дороге Южа-Талицы-Мугреевский. Там до 2020 года запланировано обновить 26 километров. На слуху и строительство дороги Жажлива-Ильинская. К реализации проекта регион приступил в 2014 году в связи с отсутствием прямого транспортного сообщения населенных пунктов данной территории с районными центрами города Заволжск и Кинишма, который исчисляется только летом путем паромной переправы. В текущий году строительные монтажные работы и набеги будут продолжены. Для продолжения строительства на следующем этапе проводится работа по выкупу земельных участков в Заволжском районе. В Иванове дополнительное освещение запланировано на 150 пешеходных переходах. Для увеличения пропускной способности планируется организовать дополнительную полосу на перекрестке улиц Революционной и Дюковской, а также на пересечении Громобоя с проспектами Ленина и Шереметьевским. А для того, чтобы освободить город от большегрузов, планируется продолжить восстановление кружной дороги с танкостроителей и завершение второго этапа западного обхода от Фрунзе до Минской. Планируется строительство автодороги вдоль улиц Профсоюзной и Наумова на отрезке от Шереметьевского проспекта до Марии Рябининой. Не могу не сказать о рисках, связанных со срывом сроков завершения жилищного строительства в этом районе, так как это государственная программа Минстроя и завязанные выделения денег на квадратных метров именно в этом году. В 2018-м будут отремонтированы наиболее разбитые участки на проспекте Текстильщиков, улице Жарова, Вележской, Красных Зорь, Октябрьской и Шубандиной. К первым работам приступят уже в марте, но основной сезон откроют в мае. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.